Йоу! Салам алейкум, до старт, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чеггер, а вот это реакция на сериал Игрок, третья серия. Прошу прощения, что так поздно всё выкладываю, просто чё-то как-то руки начинают отпускаться, из-за того, что у нас ходят слухи, что YouTube блокирует, уже, ну, конечно, давно ходят слухи, и ничего не блокируется, и, наверное, не будет, я надеюсь на это, вот, но всё же, как-то, иммунтизацию тоже отключили вообще, при чём тут мы, фиг знает. Ладно, не будем об этом, давайте смотреть третью серию, в конце обсудим. И ещё хотел сказать, что, ну, даже если у нас отключили монетизацию, и пока у нас YouTube не заблокирует, я в любом случае буду выкладывать реакции на сериалы, пока это возможно. Вот, а дальше уже, если всё-таки это произойдёт, блокировка, то, ну, чё-нибудь придумаем, где-нибудь да увидимся. Я думаю, не потеряемся. Мои соцсети вы знаете, ВКонтакте, и всё. Ну, если и буду чё-то размещать, то, наверное, ВКонтакте, либо... Не знаю, не будем об этом, давайте смотреть серию. Так, а у меня звук пишется. Раз, два, три, четыре, пять. Интересно, что будет в сериале, будут ли качели, которые обещались. Интересно, будут ли какие-то моменты, какие-то шокирующие. Ну, хочется этого. Ильинаска! Чё такое? Чё случилось? А чё цветы на улице? А? Таняяр, где ты был? Ты почему телефон не берёшь? Блин, я был занят. А где Давидыч? Ушёл уже. В смысле ушёл? Куда ушёл? Ты за магазин не заплатил. Он пришёл сюда, скандал не устроил, хотел меня выгнать, орал на меня. Ты же утром ещё ушёл заплатить. Чё произошло? Жан, подожди-ка, поставь сюда. Успокойся, пожалуйста. Я сейчас тебе всё объясню. Жан, я, короче, решаю проблему Алибека. Чё? Ты чё, гонишь, что ли? Ну, тебя в эту потасовку с полицейскими втянул, подставил тебя. Гонишь, что ли? Да, я знаю. Гулянска, подожди, Гулянска, подожди-ка. Я не могу его так оставить, ты понимаешь? Если он сядет, он себе жизнь сломает. Он мой лучший друг. Надо его спасать. Пойми, пожалуйста. Ладно. Всё, всё нормально. Кстати, этот, чё там в итоге с Давидовичем решилась-то? Жан. Ну, чё, говори. Мне пришлось папе позвонить. Зачем? Ты чё, гонишь, что ли, вообще? Зачем? Я же тебе нормально попросил ничего не просить, не звонить вообще. Ну, чё я поделаю, а? Интересно, что ты узнаешь. Алло, Давидович? Да. Чё ты делаешь, Дания? Короче, возвращай бабки отцу. Я сейчас приеду, лично тебе все деньги отдам. Слушай, Дания, ты смеёшься, что ли? Целый день мне сегодня цирк устраиваешь. Всё, хватит. Алло! Алло! Да ты охренел, что ли? Потом поговорим. Пьяный, как дурак, на твой номер пришёл, у тебя есть компромат. Я снова обещаю, что я изменюсь, точка невозврата. Я снова оправдаю себя без адвоката, нитинская атака. Ведь я у аппарата, и я в нём сегодня утону. Я спускаюсь медленно ко дну, мне всегда комфортно дому. Интересно узнать, что произошло у отца с сыном. Подержан здесь. Давай только недолго. Даник. Решил я твой вопрос. В смысле? Сколько отдал? Да неважно там, потом разберёмся. Отсидишь тридцать суток, оформят как дебош. Ля, братан, я не знаю, как тебя отблагодарить. Рахмед Сахар. Ты не обещаю, братан, что так вышло, я не знаю, что со мной. Ладно. Считай, что я вернул Бога. Я этого не забуду брать. Рахмед Сахар. Рахмед Сахар. Рахмед Сахар. О, он сыз дадарханек емдой аймдап жерым. Аймдам-ангаз бам. СИт дегеным млдин дұрыс емес. Нет, билем-мам, кешініс. Айкен қатын ұрысқан шығар. Сен оны ұрысқаны көңіліне алма. Ол сені тіз ой жерсін деп ұрысып жатыр. Я садаток скинул, по-моему. В принципе, все нормально. Нормально? Все. Куда, Лара старшим? Девочки, можно, например... На келинге салатный сыр. Сенал больше. Бабушки, можно серьги, такие крупные. Чарает, мам. Чего? Доченька, ты чай нальешь? Хорошо, папа. Ну, а гостям остальным, ну, что-нибудь попроще. Сам выберешь. Может, и надо, тогда скажем. Без соплых обойдемся. Саш. Это деньги за цветочку? Передай. Я хотел попросить прощения. Простите меня, пожалуйста. Как будут деньги, я остальное сразу же верну. Себе оставь. Вдруг опять проблемы с Давидовичем, или опять пьяный за руль сядешь. И вообще, дело не в деньгах, в тебе дело. Ты слишком самонадеянный стал. Глупостей совершаешь много. Сколько тебе лет уже? Весь можешь магазин содержать. Зачем ты в это дело ввязываешься вообще? Ты должен проблемы решать, а не создавать. Тридцать лет здоровый лоб. Делом пусть доказывает, а не словами. Что мне его извинения? Мозги пусть на место вставит. Действие. Действие. Самонадеян. Я бы сам решил с цветочкой. Даниар, не надо так быстро ехать. Пожалуйста, звай скорость. Зачем надо было звонить отцу? Ты же знаешь, как он реагирует на такие вещи. Даниар, успокойся, пожалуйста. Ну что я могла сделать? Все, Кульнац, все. Но только не звонить отцу. Даниар, мне страшно. Останови машину. Машину останови. Ты все испортила. Ты все испортила. Получается, я что ли во всем виновата? Да, блядь! Не надо со мной так и разговаривать. А как с тобой разговаривать? Скажи мне, как с тобой разговаривать? А? Вместо того, чтобы прикрывать меня? Артомный империй нашим, елки-палки. Даниар, ты телефон не брал. Давид приходил, грозился магазин закрыть. Цветы все вынес на улицу. Ты же сам видел. Вот здесь уже твой магазин стоит. Знаешь, да вот здесь вот. Хули ты сигналишь же? Проезжай, нахуй. Вся зарплата. Все бонусы. Все. Я вот вкладываю в этот магазин. Вместо того, чтобы кредиты закрывать. Или куда-нибудь поехать. Я, блядь, вкладываю все в этот ебаный цветочку, блядь. Это моя мечта. Это твоя мечта, понимаешь? Твоя, не моя мечта. Жесткая. Да ты заебал уже. Как жесткая вообще. Чё, сука? Хули ты, блядь, сигналишь? Не сюда! Ты чё? Ты куда пошла? В натуре чё он сигналил? Дорога пустая. Мне страшно с тобой. Чё тут сигналил? Самонадеянно, да, блядь? Доказать действиями. А вот докажу, блядь! Сука, приду с мешками деньги и брошу перед ним. И эту цветочку нахуй выкуплю, блядь! Сука, заебало все. Алло, Волджик. Да. Салам, брат, это Даник. О, здорово, боец. Олджик, есть на сегодня жилка? На этот раз часть выигрыша твоя будет. Ну, давай броузи подкатывай. Я в конторе. Всё, еду, брат. Заебись в конторе. Сон. Здорово, заебал. Чё, опять жопа горит? А ладно, шучу. Падайся, подберём чего-нибудь. Ну чё, начнём нашу лесенку? Не, бро. В прошлый раз тебе нужен был быстрый варик. У тебя были траблы. Сегодня это может не проканать. Давай замутим флэт. Бля, Волджик, ты можешь объяснить человеческим языком? Смотри. Берём сто штук с нашего банка, сто беру я и сто ты, например. Смотри. Независимо от суммы выигрыша, берём на следующую ставку только из банка. И ровно сто штук без повышения. Еба, кажется, прёт твоя система. И так мы уменьшаем риск. Если даже что-то не сыграет, есть ещё банк. Он даёт тебе психологическую подушку. И в итоге ты выигрыш. Ес, бля! Ничего так неплохо прёт, да? Чё, ехала на второй круг? Да, Ник, бро. Есть золотое правило. Если хочешь остаться в этом деле подольше, нужно вовремя остановиться. К тому же, надо уметь насладиться выигрышем. Принципы наши сапацаны. Принципы каждый день полные высады. Каждый день… Бля, нихуёвый Варик ты замутил, Олджик. Сейчас ты почувствуешь, как пахнет твой выигрыш. Сегодня я покажу тебе, что такое настоящий алматинский вайп. Ахмед. Ну чё, ехала тогда? Давай. Кратко. Нихуёвая тема вот этот твой флей. Это ещё начало, поверь мне. Воу-воу-воу, броузи, оставь свою машину. На моей тачке поедем. Ну и где твоя? Чё, как тебе? Нихуя себе у тебя сошило, брат! Прыгай, броузи. Это чё, на стоп когда так поднимают? На правильных стоп. Ты чё так разогнался? Мы куда-то спешим? А нахуя нам такая машина? Чтоб максимум 60 километров по городу ездить? Не. Иметь тачку в кредит, ипотеку на шее. Работать наху на какую-то агашку, блять. Который тебе мозги ебёт наху каждый день. И платит копейки, блять. Потом ещё, блять, радоваться, что он тебя повысил, блять. Там жена, дети, а тебе ещё 30-ти нет. Не, брат, мне такая жизнь нахуй не нужна. Видел я уже. Моя мама, блять. Потрачила, блять. И шачила каждый день, блять, каждую ночь, блять. Чтоб меня прокормил. Спокойся. Готов поспорить? Ты не часто ходишь в такие места. Сейчас я покажу тебе, как кайфовать от выигрыша. Я его познакомлю с вами. Убивая себя вновь и вновь, сам собой поменялся местами. Не понял. Не понял. Я его познакомлю с вами. Знаешь, куда они пошли? Выбирают, кого из нас будут трахать. А вообще, броузи, они обе запали на тебя. Женщина в первую очередь привлекает харизма, энергия. Твоя энергия. Они чувствуют это. А теперь представь, что ко всему этому у тебя будут бабки. Я неровная семья, где не навсегда ловите вам. Я июня с нами. Я июня. Всем даст близ验. Я тусadamente. Я июня. Мы затянули уже. Мы затянули уже. Нормально, вставай, заеба! Бабки соберись! Нормально, вставай, заеба! Бабки соберись! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 все сидел, думал, какого черта, что так долго все. Вот. Короче, есть проблемы. Проблемы. В монтаже. Не знаю, почему они... Ну, слишком много времени тратят на вот эти моменты, когда музыка играет, музыкальные паузы, и динамика просаживается, просто становится уже невыносимо скучно. Типа, зачем мне это все смотреть, там, как вы показываете красивые какие-то моменты, танцы эти какие-то. Ну, сейчас отойдем до всего этого. Так, что у нас? Проблема в чем? Проблема в том, что ты, дурак, не брал трубку, и так как твоя жена не знала, куда деваться, она позвонила твоему отцу. Хотя, ты просил... Ее тоже, конечно, там вот маленький такой косичок, то, что она все-таки позвонила его отцу. Ну, а куда ей было деваться? Вот, ну, и, собственно, этот взбесился. Взбесился, и мы не понимаем, почему, что у них там произошло с отцом. Мне кажется, ну, корни вообще где-то там за несколько лет назад, потому что, ну, это прям жесткая какая-то неприязнь. То, что, ну, не хочет он вообще никак, никакой помощи вот отца. Ну, возможно, это всю жизнь как-то отец его так упрекал, то, что он не думает, не заботит, безответственный вообще, и так далее. может быть. Ну, хочется увидеть, хочется увидеть, я надеюсь, будет это все. А так просто то, что он категорически не хочет, чтобы ему помогал отец. И непонятно, из-за чего. Ну, потому что, ну, все, в принципе. Короче, было бы клево, если бы увидели какие-то моменты, но этого, наверное, не будет. Вот. Друга в беде он все-таки не бросил, отмазал его. Момент, когда, кстати, он с мамой разговаривал, мне казалось, это типа было до, и мне казалось уже, ага, значит, они там что-то натворили. Такой-то момент был. Но это оказалось наши дни, наше время. И перед отцом он извинялся, конечно, за этот случай и вернул деньги. Отцу этого, конечно, недостаточно. Вот. тут я выкрикнул молчи, когда он смотрел на маму. И всегда, когда меня отец отчитывал тоже, и дабы не ссориться, мама всегда мне говорила молчи. Молчи, слушай, что говорит тебе, отец. вот. Поэтому я тоже так же, короче, сказал. Молчи, ничего не говори, то хуже будет. Вот. Ну и, конечно, очень жестко весь, конечно, на эмоциях, на нервах сорвался на свою жену, что было неправильно, очень много, конечно, ненужного сказал. И реально тем самым напугал. момент с тачкой, которая сигналила там. Какого черта? Пустая дорога, как бы видно это все, но почему-то почему-то вот он, этот водитель, решил встать за этой машиной и посигналить им. ХЗ, ну пусть так. Если уж вы решили этот момент сделать, ну как-нибудь движение бы там машин настроили, но нет. Короче, решает он созвонить со своим новым корешем, ля-ля, ставки, новая какая-то схема, флэт, фиг знает что, короче, ну круто у них все зашло, и они выиграли, классно. Алматинск, а, мы еще увидели то, что за ними следят, бред, то есть, те пацаны, мужики, и еще каким-то магическим способом тачка этого нового чувака оказывается вот рядом с тем зданием, где они куда приехали. Откуда? Он ее там припарковал и забыл, типа, что ли? Что за бред? Если он к нему приехал в офис, и потом они поехали вот, ну, получать эти бабки на тачке Аудика. Короче, тоже немножко недочет, как мне кажется. Тачка, конечно, крутая. Вот. Две жизни у нас тут встретились. Один чувак, которому нафиг не нужны вообще стабильность, семья, там, зарплата какого-то, работать на какого-то дядьку и так далее. И как раз-таки чувак, который во всем этом погряз. Обоих можно понять. Вот. Что мне не понравилось, этот момент в клубе, конечно, то, что слишком долго все показывалось, мне не понравились девушки. Я считаю, ну, это просто вкусовщина, но можно было бы найти посимпатичнее. вот. Все эти вот танцы какие-то, все так долго как-то было вот в этом моменте, мне прям этот уже начинал, мне нравится все это дело, вот, ну, зачем нам показывать эти танцы с разных ракурсов, движений, вот эти. Это я просто придираюсь, ребята. Надо показать, что они отдыхают в клубе, хоть чуть-чуть, чтобы потом вставить эту драку. Но все же. Не знаю, что-то не так, короче, в этих моментах музыкальных. Не вкатило. И ощущение было, то, что их слишком много. Так. Что? А, продолжают они тусить, едут на хату. Ну, о чем ты? Он, наверное, конечно, под кайфом и выпивший уже не, особо не соображает. Поэтому едет отдыхать на хату. И вот его останавливает этот цветочек. Вот, сейчас. Вот, в концовке, когда они уже приехали, когда вот накурились, цвета классные стали. То есть, сиреневый вот этот добавили, дождь, там, вот этот. Потом эти постельные сцены, когда там играют разные цвета. Мне очень понравилось. Здесь они хорошо, конечно, поиграли со светом. И его останавливает цветочек. Его до этого ничего не останавливало. Но тут он увидел цветочек и одумался. И, слава богу. только это, конечно, ненадолго. Заглупился цветами и, блин, на кровать выбросил деньги все эти, которые заработал. Зачем? Да ладно, фигня. Короче, в принципе, неплохо. Смотрим, конечно же, дальше. Но пока фиг знает, к чему все это придет. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out!